Всем привет! Я Лени, художник и комиксист, и сегодня я хочу поговорить с вами о нарциссизме, триггерах и обвинении авторов, и в целом других людей, в том, что они кого-то как-то задели. Сперва я хочу привести задевший меня фрагмент в целом интересного и классного интервью. Сегодняшнее общество, как мне кажется, становится, это абсолютно тоже мои размышления, наблюдения, не претендующие ни на секунды на профессионализм, но мне кажется, она становится очень нарциссичным. Люди очень много говорят о своих правах, о своей как бы тонкой организации душевной, о том, что вот здесь не так не делаете, вот здесь ни в коем случае не дотронетесь до моего больного места и так далее. Как мне кажется, такое поощрение нарциссизма очень способствует снижению эмпатии. А это же прямой путь, как сказать, к разрешению насилия над другим человеком. Потому что отсутствие эмпатии, мне кажется, это главная, так сказать, главная граница, которая сносится. Это самое важное. Я полностью согласен, но я бы даже сказал больше. У современного нашего общества проблема авторитетов. Если раньше авторитет это был тот, кто напечатан в книжке или выступает в университете или занимает важную там политическую позицию или пост, сейчас у нас авторитет каждый человек, у которого есть там тысяча подписчиков. У нас появилось множество людей, которые не имея образования, то есть главный статус и так далее, всегда у нас было как бы высшее образование. Это была иерархия. Да, иерархия. Показать, что его словам можно доверять. А тут у нас, я очень часто в комментариях, я даже скажу больше, они меня очень раздражают, когда человек начинает свое сообщение и говорит, я считаю. То есть я такой, считаешь на основании чего? Я могу, грубо говоря, статистически подтвердить свое исследование, оправдать. Это научную статью. Под каждым роликом, который мы создаем, есть литература, которую мы использовали. То есть есть база, на которую мы опираемся, чтобы не быть голословным, это я так сказал. У нас это превратилось в суд линча. То есть у нас отмены кого-то, оскорбления кого-то, когда там публичные персоны могут просто... В одну секунду. Да, по щелчку она может исчезнуть и никакие заслуги, перезаслуги и покровители ничто не поможет. Другой вопрос, как это исправить, это очень сложно. Не задаю этого вопроса, спрашиваю, является ли это хорошей средой для появления преступлений. Естественно, это выведет... Я не могу сказать, к какому типу маньяков это может привести, но действительно это приведет. У нас же как? Все начинают думать, что маньяк обязательно в плохой среде. Я могу вам назвать Артур Шолкросс. Мамочка его так любила. Мама его баловала, давала ему денежки. Он на эти денежки покупал конфетки, девочек и все что угодно. А потом мама обанкротилась, денег не стало и друзей тоже не стало. И от этого он обозлился на общество. Поэтому как и излишняя обласканность может привести к развитию каких-то девиаций, так и излишнее несчастье может привести. Возможно, вы уже поняли, о чем я буду негодовать. Но чтобы его не резать, я буду отвечать на каждый тезис по очереди. Сегодняшнее общество становится нарциссичным. Мне кажется, тут в целом нарциссичным называется что-то условно плохое. Если говорить о расстройстве, то мне кажется, его особенность в другом. В постоянных колебаниях между тем, что я очень хорош, восхитителен и лучше других, или я ничтожество хуже других и вообще ничего не достойно. Я не говорю, что в современном обществе ничего такого нет, но мне кажется, если говорить про нарциссичность общества, в целом больше подходит ассоциация героя-нарцисса, который любовался собой в отражении и это его погубило. И это больше походит, мне кажется, на общество начала 20 века, когда была широко распространена идея о том, что человек царь природы, покорил ее и это губит нас. Особенно в виде неконтролируемой индустриализации, загрязнения природы и глобальное потепление, которое мы не можем преодолеть пока, надеюсь пока. Что совсем не относится к теме обсуждения, естественно. Много говорят о своих правах, я считаю, это хорошо. Это только хорошо, это вообще никак не может быть плохо. Потому что у нас как раз проблемы с правами людей все еще. Не дотроньтесь до моего больного места, тут не делайте там, не делайте так. И мне кажется, тут главное различие. Ставить границы и говорить, до какого больного места не надо дотрагиваться, это тоже как раз очень даже нормально. Особенно если человек общается с конкретными людьми, с которыми он настраивает взаимосвязи. А вот говорить другим, как им делать, если это его не касается, это уже тема, которую я раскрою во второй половине видео. И мне видится в этом огромная разница между открытостью, чувствительностью, не стеснением каких-то своих проблем и использованием их для того, чтобы обвинить кого-то, что тот какой-то плохой. Поощрение нарциссизма уменьшает эмпатию. А это прямой путь к насилию над другим человеком. Я не хочу сказать, что это тезис бессмысленный, но мне кажется, прямой путь к насилию над другим человеком это поощрение насилия над другими людьми. Потому что проблемы с эмпатией, это с одной стороны, конечно, проблемы образования, но если говорить именно о расстройствах, а разговор идет именно в поле психиатрии, то, опять же, насколько я знаю, главная особенность проблем с эмпатией, это не нарциссическое расстройство, а антисоциальное, которое и присутствует у очень многих людей, совершавших насильственные преступления, особенно серийно. Эмпатия – главная граница. Я с этим очень не согласна. Прям очень не согласна. Потому что мне кажется, главная граница, дающая понять человеку, что нельзя проявлять насилие к другому человеку или живому существу, это убежденность в этом. То есть гуманистическое мировоззрение и взгляды. И, в конце концов, есть закон, и, если говорить так цинично и грубо, именно он является главным барьером, по которому очерчено, что нельзя, а что можно. Со словами психиатра тут я также не согласна, что у современного общества проблема авторитетов. Раньше были люди с образованием, изданные, имеющие какой-то важный политический пост, их слушали и им верили. И, зная, сколько лжи, обмана и откровенного бреда могут нести те люди, которые имеют образование, изданные и тем более имеют важный политический пост в постсовке, да и во многих странах вообще. Я очень сильно рада, что сейчас доступ к информации намного больше, чем просто доверие политическому авторитету или человеку, у которого просто есть образование. Тем более, было получено когда-то там. И мы не знаем, какого качества и слушал ли он вообще. Я очень рада, что сейчас люди открывают для себя возможности формировать свой круг доверия на основе того, что они могут увидеть в открытых источниках и проявлять недоверие, например, к человеку с высшим образованием и тем более политику, если это не сочетается с тем, что они увидели в других источниках. Я не говорю, что авторитеты — это фуфло. Никому они никогда не нужны и нельзя никого уважать. Наоборот, уважать нужно всех. Но не за то, что у него есть образование, пост или что-то другое, как потом будет названо статусное. Конечно, у людей, занимающихся какой-то ответственной деятельностью, должна быть необходимая квалификация. Но это не мешает, например, врачам иногда говорить такую дичь, что отлично, что у человека хватило собственной базы данных и умения не слушать авторитеты, если они выглядят сомнительно, и пойти к другому врачу, которому будет больше доверия. А сейчас слушают каждого, у кого набралось тысяча подписчиков. Тогда как раньше главный статус был высшее образование, была иерархия, что его словам можно доверять. А раньше трава была зеленее. А тут у нас в комментариях, что меня очень раздражает, когда человек начинает свое сообщение с «я считаю». А тут бесит меня. Человек специально, культурно написал, что это его мнение. Он что, должен заткнуться, потому что у него нет образования? А почему вы считаете, что у него нет образования? Его нужно получить для статуса «я могу что-то сказать»? Для этого обмен мнениями есть. Он не делает научную статью, не делает научпоп, он просто пишет свое мнение. И это как раз адекватно, это намного лучше, чем когда пишут «тааа, это все фуфло» или «там на колбасу надо каждого пустить». Ну, в комментариях не обязательно предъявлять источники. Можно посчитать комментарий громогласным или не согласиться на основе более достоверных данных или более новых. Но мне видится повод раздразиться от комментария именно из-за того, что он несет какой-то бред, например, про пользу гомеопатии, чем на то, что человек пишет, что он считает, как считает. Это, наоборот, культурно. Это как раз и показывает, что он не претендует на полную объективность. И я могу привести источники и научные статьи. И в этом разговоре, соглашаясь с тезисом про нарциссизм общества и далее это тезис «гротескно усугубиться», никаких источников, никакой статистики не приведено. Противоречивость. Суд Линча, отмены и безосновательное ломание жизни. Это в тему второй половины видео. Тут я считаю, она просто неуместна. Потому что я раскрою то, в чем я вижу причины такого. И она совсем не относится к желанию людей сказать, как они считают и о своих правах. Психиатр говорит, что нынешняя, как бы, нарциссичная среда точно приведет к появлению преступника. На основании чего? Ну правда, на основании чего? Конечно, плохая среда и социальные проблемы приводят к появлению преступности. Но вышеописанное это, во-первых, очень разнородные, разносортные утверждения, которые, как я выше описала, не соединяются в общую картину. А звучат как просто, раньше было лучше, а сейчас абстрактно. Фиалки расцвели, нюни распустились, наезжают беспощадно друг на друга. Маньяки появляются не только в плохой среде. И приведен Артур Шоукросс с гиперопекающей матерью, для которой он был центром жизни, и которая ему все давала, что он хотел и не хотел. Показывая это как хорошую жизнь, но это не хорошая жизнь. Родители не нужны для того, чтобы облизать ребенка со всех сторон и не давать набивать свои шишки. Детей воспитывают для того, чтобы они были адаптивны во взрослой жизни. В этом случае это было явно не сделано. И опять же, как это все сочетается с вышеописанным, что люди говорят о своих правах, что это почему-то уменьшает эмпатию, а из-за эмпатии меньше преступлений, а без эмпатии больше преступлений. Я уже говорила, что я не считаю, что исключительно интеллектуальное представление делает нас умнее, а эмпатия делает нас тупыми, агрессивными. Это получается как две крайности позиции, что или интеллект – хорошо, а эмпатия – это агрессия, или эмпатия – это хорошо, и это единственное, что держит нас от насилия. Опять же, насколько я читала, в человеке важно гармоничное развитие и суждений, и эмоций. Как бы то, что обычно имеют в виду под словом интеллект и эмоциональный интеллект. То есть их связанность и подчиненность тому, что человек считает важным. Если у человека даже полный ноль эмпатии, такое вот нарушение у него, но среда хорошая, то просто его убеждения и нежелание вляпаться в проблемы будут препятствовать тому, чтобы он стал преступником-насильником. Опять же, среда маргинализирующая, это проблема социальная, политическая и экономическая, а не того, что в ТикТоке какие-то нежные люди жалуются на то, что их кто-то затронул. Если эти нежные люди вдруг стали участниками и организаторами травли, и из-за нее какой-то работодатель кого-то уволил, то я считаю, это ответственность площадки, на которой не забанили этого человека, органов защиты правопорядка, которые на это не отреагировали. Если этот человек прям убежден в своей позиции и злостно наезжает на других. И, собственно, работодателя, который безосновательно уволил человека, и опять же ему за это в государстве ничего не было, потому что вообще-то нельзя просто так уволить человека. На основании того, что какая-то персона что-то сказала в Твиттере про него. И мы переходим к этим самым персонам. Обсуждение темы я хочу начать с увиденного англоязычного видео, где автор делится тем, что его спросили, видит ли он обвинение жертв в мультфильме «Отель Хасбин». Он этого там не увидел и его начали оскорблять. Он сделал еще один пост аргументами, почему он так думает и почему с ним согласны те люди, которые в какой-то момент стали жертвами насилия, о котором говорится. Но в ответ его стали оскорблять еще больше. И он сделал видео с аргументацией своей позиции. Если коротко, о чем Халивар? Мультик «Отель Хасбин» повествует про ад, в котором страдают грешники, и принцесса ада старается помочь им искупить грехи и попасть в рай. Несмотря на то, что это мюзикл с очень стилизованным и довольно веселым стилем, это полностью 18 плюс контент с большим ассортиментом, собственно, насилия в аду, и тем 18 плюс. Он явно вдохновлен в США времен Великой депрессии, с интерьерами, видом преступности и все такое, хотя там как бы современность. Есть телевидение. И там есть персонаж-паучок, который является порно-звездой. Сперва он показывается как тот, кто этим кичит со своей популярностью и провоцирует на агрессию другого персонажа этим. Но через песню этих двух персонажей, которые раскрываются как те, кто опрометчиво подписали договор с опасными людьми и продали им свои души и теперь вынуждены им подчиняться. И страдают от этого. Песня называется «Лузер». И как бы они оба лузеры. И находят таким образом понимание. И опять же, несмотря на такую жестокую тему эксплуатации, наркотики, насилие, на мой взгляд, мультик все-таки остается мультиком, подобным самураев Жеку, и делает это довольно образно и аккуратно. Никаких сцен жести, крупным планом, каких-то грязных картин падения человеческого там нет. И тем более, мне кажется, нужно очень постараться, чтобы увидеть в этой истории обвинение этого персонажа-паучка в чем-то. Это абсолютно положительный персонаж, который больше признает себя, находит друзей и на полностью положительной стороне находится. И тем более, мне кажется, нужно быть прям особо одаренным, чтобы, видев, что кто-то этого наезда в истории не видит, начать желать ему насилия и смерти тем более. В общем, случился некрасивый холивар в том, кто из этих сторон, видящих и невидящих обвинения жертвы, использует настоящих жертв, чтобы прикрыть этим свое лживое паршивое мнение. Но больше всего меня заинтересовала теория автора видео, почему на него так наехали. По его мнению, возможно, это из-за того, что автор мульта ориентируется на юных зрителей, несмотря на всю тематику истории. И юные зрители, особенно если они каким-то образом становились жертвами чего-либо несправедливого в отношении себя, не способны преодолеть шок и ту самую триггерность, свои тараканы. Поэтому они так неадекватно агрессивно реагируют на то, что кто-то, может быть, с ними не согласен, если их что-то обидело в художественном произведении. И, с одной стороны, наверное, все-таки в этом есть какой-то смысл. Опыт человека, который живет больше и видел больше, может помочь ему реагировать не так остро, как тот, кто что-то встречает впервые. Но эта такая маленькая часть, мне кажется, все же больше играет роль сама личность человека, который говорит, чем его возраст. Потому что, с одной стороны, мне не нравится, когда говорят, что кто-то слишком юн, поэтому он как-то неадекватно реагирует. Это же не максимализм по типу «я эмо», «я анархист», «слушаю слепкнот», «я объявляю протест», «я объявляю войну». По-моему, люди даже в 14 лет могут понимать, что желать кому-то смерти в обсуждениях мультика – это неадекватно. И если все скидывать на то, что они просто юны, получается, что юные люди тупые, агрессивные и опасные. Но мне кажется, это не так. И причина распространения таких наездов не в том, что эти люди действительно такие нежные. Мне кажется, нарастание темы обид на историю за ее неправильность, за то, что там недостаточно хорошая репрезентация. Достаточно хорошая, но бывает и по-другому, а это не показано. Значит, это упущение, и надо автору об этом сказать. За то, что слишком шокирующе. И это, соответственно, обижает. А если обижает, то тоже автор в чем-то виноват. Это подняли, а значит, оправдали. Это вообще я офигеваю. Я услышала, что все больше сайтов, то Tumblr вообще запретил 18+, теперь Gumroad. И в правилах Патреона, насколько я поняла, может быть, я ошиблась, и тогда это будет к счастью, запрещено показывать вообще какой-либо сексуальный контент, если там нет показания прямого согласия на это. И я даже не говорю о тех ситуациях и историях, где это просто неуместно. Там начинает сцена, и это уже в процессе. И, собственно, по контексту там нет никакого ни сопротивления, ни страдания и все такое. Ну а как же те истории, в которых это часть беды? Часть того плохого, что случается с персонажем, и влияет на него. Почему это нельзя показывать? Получается какая-то дурацкая цензура. И мне кажется, это очень вредно. Намного более вредно, чем как-то не очень удачно что-то где-то в какой истории будет показано. Просто запрещать показывать. Доброе утро! Кодекс Хейса опять. Я не понимаю, как можно так не понимать суть художественных произведений. Я уже говорила много раз в видео, что меня поражает, что кто-то еще не понимает, что истории это не инструкция. Наверное, конечно же, сайты это делают просто, чтобы подстелить себе соломку. Что если на них кто-то обидится и начнет писать заявления, тем более как-то массово, а иногда люди, у которых нету дела души и свободное время в изобилии, могут таким заниматься. Но сегодня не о больших компаниях. И получается, я уверена, что мы не стали слишком нежные. Это все способ агрессии. Просто он обернут в белый плащ. Раньше его тоже оборачивали в белый плащ. Когда писали авторам, что они якобы портят вкус читателей тем, что сделали такую хрень. Что кровь из глаз, из ушей и все такое. Это тоже как бы подавалось тем, что эти люди блюстители качества. Стремятся к лучшему. Подстегивают людей развиваться. Изобличают некачественность, вторичность. Но все-таки это было более прямое осуждение и наезд, чем если сказать, что я жертва. Я обиделась. И вообще автор или автор мнения негодяй. Потому что если мне обидно, значит это оскорбляет целую прослойку уязвимых людей. Такой борец за социальное благо. То, что беспочвенно оскорбляют и призывают травить и даже убить. Ну мне же так больно. Как можно меня за это осуждать? Ну может быть немножко вот, ну, погорячился. Но мне же так больно. И вроде как это выглядит как, опять же, что-то хорошее. И если шо, я вообще не в ответе за это. Меня просто понесло. Меня нельзя судить и я жертва. Но мне видится в этом такая же манипуляция и травля, как и была в полиции нравов раньше, только она переоделась в новую форму. И мне кажется, это еще больше вредит людям. Потому что обговаривание тем, которые действительно требуют социального участия и изменения отношения к ним, превращается в какой-то фарс с наездами. И сами эти темы становятся чем-то, чего не хочется касаться. Не потому что они плохие, там, жертвы насилия плохие или что-то такое. А потому что очень вероятно, что прилетят эти люди, а ты с ними не хотел иметь никакого общения, контакта и все такое. И, как они говорят, сделают тебя популярным. И в этом плане, мне кажется, основная проблема, возвращаясь к компаниям, политика площадок. Потому что первый холивар случился в Твиттере. И в Твиттере, в отличие от Ютуба, нельзя удалить комментарий. И сколько бы я не жаловалась на прямые наезды, там не удаляют прямые наезды. Очень редко кого-то банят, и нужно прям постараться. В Инстаграме удаляют. Но там я видела тоже такой прикол, что мне несколько месяцев приносила в рекомендациях посылающий Трэд. Листаю Инстаграм, и там реклама, зайдите в Трэдс, там вот такое написано у человека. И были сплошные наезды на неправильных украинцев, неправильные использования украинского языка, как бы русскоговорящими, вот это вот восточные какие-то неправильные. Прям засилие, как будто вот во всем трэше, что творится, только это людей волнует. Что естественно выгодно определенным людям. А потом в один день это исчезло. И началась критика нашей российской власти в основном. Ну и котики, рисунки, гимнастика и все, что я обычно смотрю в Инстаграме. У кого-то кончились деньги на проплачивание, мне кажется. И это не говоря про тем Ближнего Востока. Там вообще трэш. Я иногда в Телеграме психую. Один раз написала прям со скриншотами и большой пост с психованием. Потому что я не выдерживаю смотреть то, что мне кажется крайне неадекватным. Разжигание ненависти, манипуляции, подмена понятий. Полный набор. И мне кажется, что частично, потому что определенные организации и политики проплачивают. Частично, потому что просто площадкам выгодно, когда много активности, много комментариев. И они продвигают в рекомендациях более холиварные темы. Потому что они вызывают активность. У меня даже те видео, которые завирусились, мне кажется, они более холиварные. Наезжать на других. Я все равно стараюсь всегда говорить то, что мне интересно обговаривать. И не делаю что-то специальное, чтобы оно было вирусным. Потому что все равно никогда не знаешь, что залетит. Но мне кажется, эта зависимость есть. И опять же, это создает ощущение, что, особенно в интернете, с неизвестно каких углов, неизвестно кто, но любой человек в любой момент может на тебя накинуться. И поэтому даже какой-то мельчайший повод может стать причиной чьего-то триггера. И ты как бы будешь виноват. Но на самом деле нет. Мне кажется, что это такие же критиканы и тролли, как и были раньше. Просто сейчас те темы, которые раньше были сферой разных малоизвестных активистов, стали мейнстримными. И они этим пользуются. И, может быть, примыканием к таким движам некоторые подростки и молодые люди склонны. Но я видела и людей старше себя, которые этим занимаются. Поэтому, мне кажется, тут скорее вопрос инфополя, которое объединяет этих людей и их склонности и интересов, чем, собственно, возраст. Я не думаю, что если они задумаются про все, что я сейчас говорю, или задумаются про, например, «Звездные войны», они все равно будут уверены, что фигура Вейдера прославляет собой убийство детей. Что те люди, которые покупают мерч с Вейдером, этим самым показывают, что они за то, что нужно резать детей лазером. Ну, мне кажется, нужно быть специально настроенным на то, чтобы кого-то оскорбить и этим реализовать свою агрессию скопившуюся. Чтобы вывернуть явления художественных произведений и любви к драматическим персонажам, которые сделали что-то плохое. Тем более, Вейдер во всем раскаялся и стал призраком силы. Поэтому тут как бы даже не очень подходит, что это так работает. Но те люди, которые, например, рисуют фан-арты на шрама из «Короля льва», естественно, они не считают, что братьев своих надо убивать. Любовь к драматическим произведениям не равно следование им как инструкции. Для того, чтобы избегать каких-то тем и способов их показания, которые человек просто не хочет смотреть, есть рейтинги, теги, предупреждения, просто какие-то инфопузы, типа группа любителей ужастиков, группа любителей яоя и все. Вы читаете то, что вам интересно. Мне кажется, болезненная неспособность воспринимать то, что не должно вызывать такой реакции, а создана, например, для сочувствия персонажу, не говоря об агрессии, что что-то шокирующее было поднято и показаны какие-то проблемы. Это и есть проблема. С этой проблемой разбираются, она мешает человеку жить, как трипофобия. Очень странно обвинять в этом других, которые сделали то, что вызвало у вас реакцию, основанную на ваших проблемах. В этом виноваты расстройства, люди, которые его вызвали. Но не автор. Мне кажется, кого адекватно и искренне заботит проблема насилия, занимаются более полезными вещами для ее решения, чем ругаться в твиттере о мультике. В конце концов, конечно, он может не нравиться полностью. Можно об этом сказать культурно. Даже свою обиду можно описать культурно. В конце концов, можно самому делать такую историю, какую хочется. Кто-то скажет, что это привилегия, и я скажу, что это дело свободного времени. У кого есть свободное время, если очень хочет, может заняться этим. Это не то, что требует знаний, которые невозможно получить в интернете бесплатно. И что, мне кажется, можем делать мы, это показывать и популяризировать более здоровые способы решать беды социальные с башкой и реализовывать агрессию не на других, а на более прямых адресатов. Подпитываться ею и не сдаваться. В целом, относиться ко всему, мне кажется, как бы с поиском того, с чем жить хотелось бы, а не наоборот. И мне кажется, очень важно, если бы была психотерапия как часть медосмотра, чтобы люди не занимались самолечением таким образом, чтобы можно было свободно делиться своим мнением и эмоциями, и меньше использовались оскорбления, манипуляции и переначивания смыслов. Мира вашему дому и башке! Поддержите это видео, вы можете почитать мой комикс во всех соцсетях, что можно увидеть ниже. Свободного творчества вам! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok